Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с жителями Приозерска. Горожане рассказали главе региона, каких социальных объектов не хватает в городе. В Карагандинской области увеличат площадь орошаемых земель. В ходе аппаратного совещания в областном Акимате обсудили вопрос подготовки к весенним полевым работам. Свыше 200 палуанов из всех районов и городов Карагандинской области приняли участие в областном первенстве. Из победителей будет сформирована сборная команда Карагандинской области. Аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с жителями Приозерска. Горожане рассказали главе региона, каких социальных объектов не хватает в городе. Приозерцев также волнует развитие туризма. Встреча с главой региона прошла в здании Центра детско-юношеского творчества «Достык». На нее собрались общественники, неравнодушные горожане. Поднимались вопросы не только частного характера, но и касающиеся в целом улучшения жизни в городе. Приозерцы попросили об открытии колледжа для обучения молодежи востребованным профессиям. По всяким вашим предложениям, направление колледжа скажет, медицинский, технический, такой-то, такой-то. Если здесь есть какая-то своя специфика, связанная с населением, мы готовы поддержать. Сейчас, например, в Абайе мы хотим открыть колледж, связанный с Абайской швейной фабрикой. Там будем готовить швей. В Молодежном, в Асакаровке сейчас сельхозколледж пытаемся открыть. То есть такая работа идет. Есть специальная программа государственная, где на оборудовании колледжей даются солидные деньги. Можно сделать хороший образцовый колледж. С учетом специфики, что озеро здесь, там, не знаю, еще какие-то. Дайте предложение, найдем возможность, если есть еще и помещение, которое можно дооборудовать, сделать там дополнительно построить общежитие, мы готовы. Но это вопрос непростой. Вы должны найти преподавателей, должны готовить мартехбазу. То есть за один день не открывается, но мы можем за этот год подготовиться и на следующий год, или, может, в конце года получить лицензию и начать. Кроме того, участники встречи говорили о необходимости строительства дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса. Акимобласти поручил до конца года разработать проектно-сметную документацию на ФОК. Неудобство жителям доставляет отсутствие автобусного сообщения с Балхашом. Маршрут также обещали организовать. Приозерск входит в Балхашскую курортную зону. По мнению участников встречи, необходимо уделять большее внимание популяризации туризма и созданию условий для отдыха. Наш город многие казахстанцы знают. Хочется, чтобы туристов приезжало больше. Для этого нужно развивать туристическую отрасль, усиливать информационную работу. В прошлом году в городе начали благоустройство побережья озера Балхаш. В этом году планируется строительство этно-аула развлекательного комплекса. Каждый участник смог высказаться. Такие встречи в формате открытого микрофона позволяют построить эффективный диалог с властью, отметили жители Приозерска. Есть возможность напрямую озвучить вопросы, которые не могут решить местные власти. И сегодня мы рассказали о своих проблемах. Женевск-Касымбек также провел личный прием. Приозерцы обратились с вопросами по поводу жилья, освещения и благоустройства улиц. Один из жителей попросил привести в порядок дорогу на улице Транспортной. Акимобласти поручил найти финансирование и в этом году отремонтировать. Многодетная мать Алма Абельдаева из Сарышагана попросила поддержки в расширении своего дела. Она занимается переработкой рыбы, но не смогла получить грант, чтобы купить дополнительное оборудование. Женевск-Касымбек поручил также разобраться и найти варианты помощи женщине. В целом Акимобласти сказал, что нерешаемых вопросов нет. Постепенно со всем разберутся. Перед местными властями глава региона поставил задачу ежемесячно докладывать о ходе решения каждого заданного вопроса. Андрей Тенц, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области разработают годовой календарь отчетных встреч Акимов с населением. Новый порядок пояснил глава региона Женевск-Касымбек на аппаратном совещании. Акимобласти будет встречаться с жителями районов и городов один раз в полугодие. Акимы городов районов, сел и поселков должны проводить встречи регулярно, не менее одного раза в квартал. Женевск-Касымбек напомнил, что уже провел встречи с жителями Жесказгана, Садпаева, Приозерска и Балхаша. Следующий отчет планируется в Актугайском районе. Глава области поручил заранее информировать жителей о графике отчетных встреч. В Карагандинской области увеличат площадь орошаемых земель. В ходе аппаратного совещания под руководством главы области Жениса Касымбека обсудили вопрос подготовки к весенним полевым работам. В Карагандинской области в этом году весенний сев планируется на площади свыше 1 миллиона гектаров. Это на 45 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Аграрий увеличат посевы зерновых и кормовых культур, многолетних трав. Картофельные и овощные поля также станут больше. Повышение урожайности зависит от качества семян. Будет увеличено использование элиты и семян первой репродукции. Кроме того, в этом году планируется закупить больше минеральных удобрений. Это необходимо для рационального использования земель. Согласно докладу, уже подготовлена большая часть сельхозтехники. В посевной будет задействовано более 11 тысяч тракторов. 351 – посевной комплекс, свыше 6 тысяч сейлок. Сельхозпроизводители получат удешевлённое дизельное топливо. Операторы по доставке дизельного топлива тоже определены. Цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 198 тенге за литр. Отпуск дизельного топлива для хозяйств Нуринского и Осакаровского районов будет производиться с нефтебазы посёлка Осакаровка. Для сельхозтоваропроизводителей Абайского, Бухаржираусского и Каркаралинского районов из Караганды. Для Улытаусского – из Жасказгана. Для Актугайского, Жанаркинского и Шетского районов со станции Жарык. Предусмотрена государственная поддержка через аграрную кредитную корпорацию. По программе «Кендала» профинансировано 63 предприятия. Кроме того, компания «Продкорпорация» реализует программу форвардного закупа на условиях предварительной оплаты с поставкой продукции в осенний период. «Необходимо в срок обеспечить всё необходимое, провести проверку семян на их качество. Важно соблюдение агротехнологий. Нужно увеличивать использование минеральных удобрений, наращивать орошаемое земледелие. На контроле обеспечения аграриев удешевлённым топливом». В регионе действует областной оперативный штаб по подготовке к весенним полевым работам. Ожидается, что в Карагандинской области посевная начнётся во второй декаде мая. Александр Целикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Далее об эпидемиологической обстановке. Суточный прирост COVID-19 в Карагандинской области продолжает снижаться. За прошедшие сутки медики выявили 11 новых больных. Между тем, санитарные врачи советуют не отказываться от ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Не стоит недооценивать коварство болезни, которое в любом случае поражает в первую очередь непривитых лиц, людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Главный санитарный врач призвал не забывать о простых мерах безопасности. А тем, кто ещё не прошёл вакцинацию, стоит принять правильное решение в пользу своего здоровья. В департаменте санэпидконтроля напоминают, из всех ограничений для объектов силы остаются масочный режим, социальная дистанция, использование антисептиков и регулярное проветривание. Организм человека за долгие зимние месяцы немного ослаблен. В этот период наблюдается снижение защиты иммунной системы человека. Поэтому призываю вас не забывать о простых мерах безопасности. И тем, кто ещё не прошёл вакцинацию, стоит принять правильное решение в пользу своего здоровья. Бустерные прививки необходимы для повышения защиты от тяжёлого течения заболевания, коронавирусной инфекции. Со временем эффективность вакцины ослабевает. Поэтому рекомендуется сделать дополнительную прививку. Однозначно вакцинация повысит защиту от тяжёлых заболеваний. Эпидситуация в Карагандинском регионе стабильная. Однако многие граждане перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию, отмечают санитарные врачи. На сегодня в Казахстане реализуется оптимистический сценарий развития ситуации. За прошедшие сутки в стране выявили всего 87 новых больных. Все области республики находятся в благополучной зелёной зоне. Нынешней весной более 17 тысяч призывников пополнят ряды казахстанской армии. Глава государства подписал указ о призыве на срочную военную службу. С этого дня во всех регионах страны начали работать призывные комиссии. Весенний призыв продлится до 1 июля. К весеннему призыву в Казахстане подлежат около 17 тысяч молодых людей от 18 до 27 лет. Более 6,5 тысяч пройдут службу в частях и подразделениях вооружённых сил. Уже сейчас в департаментах, управлениях и отделах по делам обороны началось изучение молодых людей перед весенней призывной кампанией. Среди призывников 18-летний карагандинец Тимирлан Мусабеков. В армию он идёт по собственному желанию. Я окончил класс Жасарбас, школа-интерната номер 4, города Пришахтинск. 18 февраля мне исполнилось 18 лет. И теперь я мечтаю отслужить в армии, потому что мечтаю стать пожарным. В вооружённых силах я смогу приобрести все необходимые навыки для этого. Армия поможет мне осуществить свою мечту. Особое внимание уделяется тем, кто привлекался к административной или уголовной ответственности, находится под следствием, состоит на специальном учёте в качестве членов незаконных общественных объединений или нетрадиционных религиозных течений. Предварительное изучение позволяет на раннем этапе определить качественный состав юношей, проверяется законность оснований для освобождения от призыва. В том числе по состоянию здоровья. В соответствии с действующим законодательством, очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения. С начала весеннего призыва 2021 года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами. Они предоставляются гражданам через портал электронного правительства. Ответственными за оказание указанных услуг являются местные исполнительные органы. Оповещение призывников планируется осуществлять путем рассылки СМС-сообщений, а также посредством направления персональных повесток на домашние и служебные адреса. Ежедневно на призывные пункты местных органов военного управления приходят около 800-900 человек. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Далее о спорте. Свыше 200 полуанов из всех районов и городов Карагандинской области приняли участие в областном первенстве по казахской борьбе. Из победителей будет сформирована сборная команда области для участия в республиканском первенстве. В последние годы казахской борьбе уделяется особое внимание. Оказывается, всемирная поддержка. Более 200 юных борцов из 9 районов и 5 городов приняли участие в первенстве области, которая проводилась с целью пропаганды здорового образа жизни и повышения интереса подрастающего поколения к казахской борьбе. Помимо юниоров на соревновании выступали взрослые борцы в 9 весовых категориях. Лучшие участники соревнований будут защищать честь области на чемпионате республики Казахстан в Шимкенте. Сегодня проводится в городе Караганда среди юношей девочек 2005-2006 года рождения. Первенство област, карагандистский област первенство. Цель соревнований – отобрать сборную карагандистских областей среди юношей, которые проводятся в городе Чимкенте чемпионат республики Казахстан. И отбираются лучшие победители спортсменов, чтобы повышать мастерство среди спортсменов и сельских населения. По итогам соревнования победители в каждой весовой категории были награждены призами, специальными дипломами и медалями. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» стал серебряным призером континентального кубка. В своей последней игре турнира наши хоккеисты встретились с датским клубом «Ольбург Пайретс». Итог матча 4-1. Победа «Сарарки». В последней игре турнира казахстанский клуб встретился с датским «Ольбург Пайретс» и одержал победу со счетом 4-1. В составе «Сарарки» шайбы забросили Сергей Барбашев, Степан Грымзин, Андрей Яковлев и Никита Анаховский. Таким образом «Сарарка» заняла второе место на континентальном кубке, уступив польской Краковии. Она выиграла оба матча финального раунда и стала победителем турнира, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Лучшим нападающим турнира признан игрок «Сарарки» Сергей Барбашев. За два матча «Форвард» набрал два очка. Таким образом новичок достойно начал свой путь в стане карагандинских орлов. Впереди у карагандинской ледовой дружины игры плей-офф чемпионата Казахстана. Поскольку регулярку «Сарарка» выиграла, то первые матчи пройдут с одной из восьми команд, набравшей наименьшее количество баллов. Это Усть-Кемногорский, Алтай-Торпеда. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Карагандинские каратисты завоевали пять наград мирового чемпионата. Соревнования среди детей, юноши, молодежи и взрослых проходили в Турецкой Анталии. В них приняли участие более тысячи каратистов из 18 стран. Отличились пять бойцов Федерации Ашихара-Карате Карагандинской области. В копилке спортсменов четыре золота и одно серебро. А всего казахстанская сборная завоевала 19 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых наград. В общекомандном зачете казахстанские каратисты стали вторыми. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин